Ежегодно в Чувашии выбирают лучших госслужащих. Сегодня в Доме правительства подведены итоги сразу двух конкурсов. 8 лет и более 150 участников. Так выглядит конкурс в цифрах. Причем около 30 конкурсантов впоследствии заняли вышестоящие должности. Повышение имиджа государственного служащего, а также создание дополнительной мотивации для госслужбы. Вот главная цель конкурса. Нам очень хочется, чтобы было там много креатива. Там было много нестандартных ситуаций. Самое главное, многие вещи, которые предлагают наши конкурсанты, чтобы в последующем можно было применить в повседневной жизни. Повышение открытости бюджетных данных. Благодаря этой работе лучшим государственным гражданским служащим стал Игорь Смирнов. Хотел бы поблагодарить оргкомитет за высокую оценку моей работы. Хочу сказать, что тот результат, который отражен в работе, это естественно результат работы всего Минфина. И так же, как и моя презентация, она как бы то место, которое я занял, тоже результат поддержки коллег, которые мне помогли презентовать в достаточно неожиданном виде свою работу. Это был не стандартный доклад, а небольшая театральная мизансцена. Все присутствующие перенеслись в зал суда. Вам что, заняться было больше нечем по своему основному направлению деятельности? Ну, я не хотел. Меня заставили. Кто заставил? Министр финансов. Ну что же, в таком случае вызывается свидетель Енилина Светлана Александровна. Я вынуждена была назначить ответственного человека за улучшение рейтинга Чувашской республики. И это ответственное лицо было назначено Семернов Игорь Николаевич. В итоге, именно за креативный подход к выполнению заданий Игорь занял первое место. Что касается муниципальных служащих, то это направление поделили на две номинации. Лучшим муниципальным служащим городского округа стала Марина Богданова. А звание лучшей муниципальной служащей сельского поселения получила Елена Никитина. Каждый из победителей унес домой дипломы и ценные призы. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика.